Всем привет народ, вы на канале Миклуха Макфлай и сегодня мы поговорим о загородных домах, точнее о их стоимости. В конце обязательно покажу вам самый дорогой дом на сегодняшний день, ну который я сумел найти на сайте объявления Авито. Собственно небольшая предыстория, кто не мечтает о загородном доме, мне кажется все мечтают, даже самый-самый-самый городской человек, он нет-нет, да и задумывается купить какой-то маленький домик где-нибудь в глухой деревне, чтобы, ну как обычно городские говорят, чтобы можно было в трусах выйти. Хотя на самом деле вот это еще один миф, это я сейчас немножко отклонился от темы, но в деревне, дорогие мои городские жители, никто не ходит в трусах. В трусах, в деревне, в огороде ходят только городские, только вот дачники вот эти бестолковые, деревенские нормальные жители, они, ну там штаны одевают, рубашечку, там майку и идут в огород, вот. Поэтому, друзья, не позорьтесь, если приезжаете в деревню, не надо выходить в белье в трусах, это выглядит странно, по крайней мере. Ну все, отклонился от темы, давайте к домам. А сколько стоит дом? Ну, в моей местности какой-нибудь совсем простенький, в очень глухой деревне домик, в котором, в принципе, можно жить, реально купить за 50-100 тысяч рублей. Даже бывают случаи, у меня отец два года назад купил себе домик за 30 тысяч рублей, 30 тысяч рублей и 50 соток земли, он там себе сделал пасеку, в домике сделал небольшой ремонтиц, и, собственно, там 2-3 дня за лето он там ночует. Там, в принципе, можно жить, хороший дом получился. Итак, 30, 50, 100 тысяч рублей, в принципе, жилой дом в глухой деревне. Если мы говорим уже о более-менее хорошем доме, то порядок цен начинается от 300 тысяч-500 тысяч, ну и до миллиона. Это будет деревня, но это будет действительно хороший дом. Все, что начинается от миллиона, миллион, два, три, это дом уже очень близко к городу, уже это прям, ну не совсем глухая деревня, но все-таки такое село, село близко к городу. Все, что выше там 2-3 миллионов, это уже коттеджи, и здесь цена может доходить, не знаю, до 10-15-20 миллионов. В общем, в нашей местности дороже 20 миллионов я домов никогда не встречал. И как-то я задумался, а сколько стоит самый дорогой дом в России? Все очень просто. На Авито я вбиваю, ну, дома в поиске, да, и ставлю галочку, чтобы мне показывалось сначала дорогие дома. И знаете, удивлению моему не было предела. Я действительно был в шоке. Ну, я думал, что там дом может стоить сколько-то, 50 миллионов, 100 миллионов. Но, друзья, у нас в стране на данный момент больше 10 объявлений на Авито домов, которые стоят больше миллиарда рублей. Там миллиард 200 миллионов, миллиард 400 миллионов. Понятно дело, что все эти дома, но большинство из них это Подмосковье, это Рублевка. Или вот есть еще, допустим, в Крыму дом, ну, соответственно, Сочи, побережье тоже настолько дорогие дома бывают. И это при том, что я так думаю, что, скорее всего, очень дорогая недвижимость, да, там дороже миллиарда, она редко выставляется на Авито. Но, во всяком случае, если бы у меня был дом за миллиард, я бы не стал размещать объявления на сайте бесплатных объявлений. Ну, это как-то глупо, да. Я бы там, ну, по знакомым, во-первых, там, может быть, у очень богатых людей есть свои там доски объявлений. Я не знаю, но сайт бесплатных объявлений какая-то странная площадка для размещения самой дорогой недвижимости. Так вот, друзья, миллиард дорого, очень дорого, на самом деле очень дорого. Но самый дорогой дом в нашей стране на данный момент, вот на сегодняшний день, стоит 2 миллиарда 250 миллионов рублей. Вот, я когда увидел эту цифру, я обалдел, честное слово, 2 миллиарда, 2 миллиарда. Я начал, ну, гуглить аналоги, думаю, что, вот, стоит 2,5 миллиарда, чтобы, ну, понимать. Есть город Ельец, в нем население 100 тысяч человек, не так давно, ну, как зимой. Собственно, в Ельце был принят бюджет на 2020 год. И, соответственно, бюджет на 2020 год города Ельца с населением 100 тысяч человек, 2,5 миллиарда рублей. 100 тысяч человек, большой город, вот весь бюджет 2,5 миллиарда. Смотрим объявление. Ну, во-первых, фотография, конечно, потрясающая вообще. Дом такой хай-тек. Я не знаю, как стиль это называется, но что-то очень крутое. По мне так похоже, знаете, на какую-нибудь гостиницу. Гостиницу где-нибудь на Лазурном побережье. Естественно, место расположения это Рублевка, где еще может быть такой дом. Итак, читаем. Коттедж 5 тысяч квадратных метров на участке 2,2 гектара. Наверное, большая часть стоимости этого дома, это все-таки земля. 2,2 гектара на Рублево-Успенском шоссе в поселке Успенский лес. Скорее всего, они так и стоят. Итак, собственник, площадь 5 тысяч квадратных метров, площадь участка. Расстояние до города 21 километр. Еще плюс несколько миллионов рублей за расстояние до города Москвы. Дом кирпичный, коттедж, этажей 3. Продам дом в коттедже на поселке Успенский лес. По Рублево-Успенскому шоссе. 7 спален под ключ, бассейн. В помощи риэлтора не нуждаюсь. Ну, в принципе, я просто представляю, да, гонорар риэлтора. Они же обычно берут какой-то процент. И если ты риэлтор и продал дом за 2,5 миллиарда, то можно больше вообще ничем в жизни не делать. Если даже там 3% взять с этой сделки. Так, что касается фотографий. Дом в лесу. Ну, красота, реально. Очень похоже на гостиницу. Что меня смущает немножко в этом доме, так это вот прачечная, да, где раз, два, три, пять стиральных машин. Зачем 5 стиральных машин? Непонятно. То ли хозяева дома очень много пачкаются, им нужно 5 стиральных машин. Но, скорее всего, друзья, если у вас дом за 2,5 миллиарда, за 2 миллиарда 250 миллионов, я прям как мантра повторяю эту цифру, скорее всего, к этому дому прилагается некоторое количество крепостных. Ну, а иначе как? Вот. И, соответственно, вот для обслуживания. Обслуги? Наверное, нужна такая прачечная. Я, кстати, сначала подумал, вот когда долистал до веранды, я подумал, что это ресторан какой-то, очень дорогой ресторан. Но нет, друзья, это не ресторан, это веранда. Бассейн, опять же, есть. Сауна. Ну, тут как сауна, вот, подсветка очень красивая у сауны. Опять же, очень похоже на турецкий отель. Ощущение, что вы просто покупаете целиком турецкий отель. В общем, друзья, подводя некий итог, да, каждый хочет загородный дом, но, наверное, на мой взгляд, лучше купить какой-нибудь домик за 50 тысяч рублей и уютненько в нем жить, чем за 2,5 миллиарда. И, ну, не знаю, может человеку спокойно житься вот в доме за 2,5 миллиарда? Я думаю, нет. Ты всегда будешь чего-то бояться. Там, налоговой, смены власти, собственно, чего угодно, на самом деле. Можно бояться в доме за 2,5 миллиарда. Так, вот, стоит ли покупать такой дом? Наверное, если бы у меня были деньги, да, можно было бы купить, но если уж покупать недвижимость по такой цене, то не в России. Ну, чтобы меньше бояться. В общем, друзья, это был канал Миклуха Макфлайн. Пишите в комментариях, купили бы вы себе дом за 2 миллиарда 250 миллионов рублей, стали бы в нем жить или предпочли бы все-таки маленький уютный домик в деревне за 30-50 тысяч рублей. Не забывайте поставить лайк, подписаться. Это обязательно. Пока.